добрый день дорогие подписчики хотя нет ни день ночью вру собственно говоря пришли вот окончательные железные детальки для этой машинки в виде google она под названием амортизаторы как оказалось исполнение до железо 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 там резинки 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 но вот как так получилось что два передних ну поставил их наперед они текут причем так сильно задние еще еще держат то есть видно что все они вытекают повсеместно требует доработки ну если я вот родные выкинул надо было не выкидывать и попробовать запихать туда каких-нибудь побольше резинок что ли вот в эти места еще что-то под зажать поиграться пружинки вот эти вот по моему тоже они какие-то никакие те были получше на стоке в общем да сразу не выкидывайте не повторяйте ошибок собственно говоря до амортизаторы и пришли вот такие колесики колесики из них сравнивать со стоком то это получается вот такая вот вот такая вот разница то есть по высоте раскачивать что ну вот зараза и по ширине то есть понятно да насколько возросла нагрузка на все вот эти вот части машины и насколько она стала легче по отношению на грунт колеса хорошие отзывы о них очень хорошие резиновые мягонькие следов на паркете не оставляют то есть мы ими попробовали чуть-чуть погонять сразу же вот это вот штука вообще наверно до 100 градусов раскочегарилась потому что пальцем было не дотронуться мотору пофиг мотор их тянет есть у меня сомнения что будут они управляться хорошо что потянет будет ли их вытягивать это серво вот и вообще наверно лучше на них будет на песке или зимой на снежке кататься потому что в обычных условиях сток блин лучше не придумаешь дешево и эффективно хорошо дуются хорошо едут стираются тоже себе ну так себе не быстро идеальные колесики вот да и получается что вот такую штуку я приводил от этот гопрохи завтра мы это все со всех ракурсах снимем в деле как она едет ну и до песочка я доберусь тоже сниму это видео наверное будет уже в конце так что смотрите до конца не то чтобы я наставил можете сразу перемотать и в общем такая вот получилось блин квадратная баги то есть вообще получился идеальный квадрат по идее ну разрисовка у него сейчас назад идет и в принципе назад так что передние колесики амортики я поослабил задние немножко под затянул ну вот и все наверное то есть требует амортизаторы хоть они железные тюнинг и считаются все но они требуют доработки в них я залил вот такой вот просто купил масло силиконовая тысячу и 200 тысяча очень слишком густая 200 очень жидкая поэтому я как-то их так блин две части 1 не знаю как в общем я примерно засек там сантиметр налил 200 и по-моему по 5 миллиметров тысячника чтобы чет такое средняя по густоте получилось вот так же регулярно заказывал такие штуки то есть это передний узел это задняя ступица передний узел здесь задний здесь задние еще ни разу не вылетали у меня очень часто вылетают вот эти вот втулочки которые я уже говорил что надо иметь запас и лопаются вот эти вот места у вот этого места вот этих ступиц передних вот еще по колесам да я не знаю если будете искать смотрите чтобы вылет был немножко сюда вот он был немножко сюда чтобы закрыл эту всю ступицу сюда бы не летела всякое говно а так сюда все весь песок из-под колеса из-под этого вся дрянь она полетит сразу же вот в этот узел то есть это не очень хорошо я буду что-то придумывать какие-то закрывашки делать не знаю блин из чего только их придумать но думать однозначно надо при таких вот картах вот еще вот такую вот фару я заказал тоже ссылочку оставлю но все она будет крепиться примерно вот здесь в этом месте вот такой профиль я взял для изготовления бампера переднего он будет крепиться непосредственно вот где-нибудь в этих местах которые свободно можно достать и открутить без снятия вот всей этой рамы и колбасни выйдет он здесь впереди на него встанет вот эта фара и соответственно какой-нибудь брусочек из типа пенопласта надо будет поставить вперед чтобы защитить вот эти вот все места при ударах это как бы хуже не будет вот естественно сделаю видео сниму и фотки примерно выложу там уже кто руки есть из подобного тоже легко повторить конструкцию вот получился вот такой вот каракат и и и еще это показать а ну вот это корпус редуктора и вот эти все плюшечки и еще у меня вот такая вот необычная покупка нежданная это баги каёша или каёша не знаю японская scorpion xxl 7 масштаба я ее случайно так вот нежданно негадо накупил чтобы понимать что за размер можно примерно вот так вот посмотреть на них и и вот в общем она вот такая вот это пока штука в сторону здесь что мне нравится она мне сама нравилась все эти годы это релиз 2013 2014 года я давно по ней сохнул и вот за доступные деньги не очень дорогие я ее приобрел состоянии новой она не ездила нигде ни по песку ни почему но у нее нет двигателя то есть люди залили какую-то жижу сюда нету запустили двигатель на них поработал минуту клинанул и так она у них пролежала десять лет ничего с ней сделать не стали вот и досталась она мне за скромную сумму которая выглядела вообще как подарок просто потому что мне отдали вот эту вот машинку она повторяюсь это это новая вообще просто ей и дальше комнаты и и никуда не выносили машинки был пульт пульт говорят говно конечно тем не менее не знаю говно не говно и еще отдали вот такую вот сумку с этой машинкой то есть она сюда вот сумка наверное думаю тоже стоит безумных денег сейчас машинка входит сюда тут какие-то еще запчасти и крем-крем для обуви не знаю вот это я топливо купил потому как планирую на нитрометане собирать как она изначально была и отдали вот такой вот то есть тут такое специальное отделение чемодан со всяким барахлом от нее же то есть наконечники рулевые там какие-то пластмаски популярные батарейки аккумуляторы свечи и вся красная фигня сумка великолепная не знаю нигде таких не видел вариантов оказывается они вот для для есть в общем они для такого дела вот и в общем теперь у нас 22 транспорта такая вот история а еще приобретите обязательно вот жатый воздух это продувать какие-то части сразу же чтобы не тащить домой грязь вот я брал обычный такой ну я думаю не суть так что так вот такие вот дела видео в конце смотрите и решайте ну точнее я там наверно скажу пару слов об этих колесах вообще и потом сниму изготовление бампера и как эти амортизаторы может быть до конца удалось довести вот всем спасибо всем пока так сейчас мы вышли на улицу с этими колесиками и сейчас мой сынок попробует ей погонять вот по такой травке так давай на старт внимание марш это были спецэффекты тише 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 так сухо у меня нормальная походу вот и устойчивость появилась давай сюда поближе так ладно по траве по поскошенная нагоняет нормально давай немножко по асфальту попробуем ну прыжок с бордюр чека ну просто прыгни слегка а разворотик нет назад и разворот назад и разворот нормально ну да тоже тоже прикольно нет это там что-то другое отвалилось это это воздух такой не покупайте кстати говоря он нифига не дует баллон почти наполовину еще израсходовался уже все он еле-еле дует но давай голубь ну блин бывает типа по нему не езди только ну все давай подъезжай нам еще надо аккумулятор на песок оставить все а 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 давай по куче погоняй потихоньку попробуй забраться не 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 застырло уже совсем другое дело не газуй не газуй сильно говорил по песку надо потихонечку так ну в общем заключение что в общем на этих колесиках мы откатались но как откатались очень сильно греет эти колеса вот эту штуку то есть буквально минута езды она перегревается и уходит в защиту то есть мигает и все ждешь пока остынет пальцем к не дотронуться то есть настолько ее сильно эти колеса прокачивают и само собой как бы задумываясь о установке более мощного силового агрегата и соответственно замене всей этой системы но это опять же уже выходит из бюджета машины скажем так если покупать машину тысяч за 5 200 если повезет да там за 4 или отдельно покупайте без коллекторную систему тоже за такие же деньги бюджету машинки уже будет под десяточку еще если добавить все вот эти вот прибуду железные то уже и под добрую и колеса соответственно дата уже подробно подробную пятнашку наверно если смысл в этих колесах не знаю то есть купил попробовал ссылочку оставлю решайте для себя то есть по зиме можно попробовать поездить но вот эту штуку надо либо более на что-то мощное оставить соответственно приемник и пульт поменяется вот но матмат мотор тянет мотор не не греется мотор нормально работает греется вот сама вот это вот фигня то есть кто кто знает чем можно сюда запихать из бюджетного поделитесь вот возможно что есть варианты какие-то так что всем спасибо за просмотр колеса возвращаемся на старые амортизаторы как решу проблему с протечкой вот этих вот всех мортиков то тоже дам знать каким-нибудь видео пока всем спасибо надо кстати все таки заказал вот эту вот алюминиевую фигню себе потому что прицепил гопроху ходит она сильно на гопрохе но расценив как бы если удар приходится на эту штуку то она достаточно упругая и в принципе алюминиевую вот эту тоже можно смело заказывать ее с амортизирует неплохо сам вот этот хвост вот и все наверное всем спасибо за просмотр всем пока так Косилка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В целом колеса имеют место быть Так, еще у меня половина винтов от хвоста вывалилась, так как он пластиковый Все, всем спасибо за просмотр, всем пока! ДимаTorzok